Здравия желаю! Итак, подготавливаем и отсылает уже к запуску. Пришлось реконструировать движок 2, то есть на колесе, движок на колесе, который нужно, чтобы он вырабатывал энергию, то есть включаясь, выключаясь, а когда он сам вырабатывает, то получается, что получается нестыковочка. Тут он питается, тут он вырабатывает, то есть провода-то два с него выхода, а второе он сам на сам получается, что много-то не выработает, с запасом. Из-за этого подготовил, вот видите, второй, мотор номер два старик. Вот первое, где колесо, а вот второй, номер два. То есть вот мотор на 300, а этот на 500. За счет это, за счет разницы. И плюс за счет инерции. То есть он все не подготовил, пока запускать не будем. Показываю, что подготовил. То есть как у него? Два мотора и маховик. То есть будем разгонять на максимальных оборотах, потом вырубать, ну через реле, сначала вручную пробовать, в том числе. И в момент, когда вырубленная система, брать энергию. Вот таким способом. Завод, послезад пройдем. Сейчас я ее тут, как говорится, еще... Вот это была проблема закрепить, замазал там эпоксидкой, пусть еще сохнет. Вот это вот. Два вала. Здесь колесо на одном валу, а сзади еще второй вал. И на нем уже это сидит. Видите? Сейчас не будем гонять. А завтра, послезавтра. Пусть постоит денек. Завтра, послезавтра, это самое. Запустим, посмотрим, что будет. Так, сейчас я покажу, покажу эту схему, что может кто-то сам будет делать. Как схема это идет. Я вам вчера показывал, но тут дополнение. Значит так. Вот, значит, мотор. В этот раз мотор 300. 300 ватт. 300 ватт. Вал. Заданная часть. Вот этот второй мотор. Это он будет генератором. Мотор. Мотор-генератор. 500. 500 ватт. 500 ватт. Так. И на него на вагон, на вагон. Колесо. Вот это вот. Ну вот оно. Все видели. Вчера я показывал. Маховик. Вес я не взвешивал. Килограмма два-три, наверное, есть. То есть маховик хороший. А здесь будет так вот крыле. Вот таким путем. Разрываться будет. Здесь будет пока завтра сеть. Сеть будет. А потом, когда... Ну, после испытания надо будет купить АКБ или Янистр. АКБ, скорее всего. Здесь будет Янистр. Так. С мотора-генератора, вот сюда, так как будет ток прерывистый, поэтому импульсами, поэтому для освещения его не будем пользовать, а будет АКБ. АКБ. То есть он будет накапливать отсюда ВКБ ток. С генератора. Даже можно бы два АКБ, но пока один. В дальнейшем два АКБ. Два АКБ. Два АКБ. Два АКБ. Так. Один АКБ вот на потребителя. А второй здесь вот тоже будет АКБ. АКБ. А второй будем менять. Как этот... Как это доработать, ну, там, час-два поменяли. Это сюда поставили, это сюда. Ну, в дальнейшем можно реле поставить. Пока нет надобности для испытаний. В дальнейшем можно реле поставить. То есть две батарейки будут параллельно. И одна батарейка будет на потребителя. А вторая будет меняться с этой. Вот такая система. Так. Ну, это всё сделано. Вот это уже всё есть, как вы видели. Мотор есть. Второй мотор. Лал сидит. Дальше. Реле есть. Осталось сделать, значит, что мне надо. АКБ или Анистров. АКБ дорогие. Эти Анистры дорогие. Ну, АКБ хотя бы. То есть надо приобрести мне будет. Четыре АКБ. Вернее, три. Один на потребителя. Два вот менять. Три АКБ как можно больше ёмкостью. Желательно надо. На 100 ампер может. На 200 будет побольше. Чем больше, тем меньше будет на это самое. То есть большой он часа четыре-пять поработает. Потом переставил. А маленький ножа будет всё время переставлять. То есть реле нужно будет переставлять. А реле они надёжные. Как я на этом показывал. В Вигельсу. Вон они. Я сейчас вот. Со старого этого видите. Отпаиваю уже. Вручную делаю. Это какой-то советский ещё инвертор. Вернее. ИЧП. С него делаю. Потому что реле китайский. Да, если. Я говорил это. Ещё говорю, что если будет реле. Продажи советские. Или русские. Не китайские. Ссылочку дайте. На этот сайт. А то я что-то не видел нигде.